В образовательных учреждениях Приморского края проходит тестирование на наркотики. Проверка учащихся организована в рамках краевой и целевой программы «Приморье без наркотиков». Добровольное анонимное тестирование на наркотики началось и в нашем округе. Одним из первых тестирований на наркотики прошли учащиеся старших классов 259-й гимназии. За процессом понаблюдала наша съемочная группа. К 10 часам утра бригада медсестер уже была в школьном медпункте, чтобы провести среди учеников старшего звена тестирование на наркозависимость. Согласно необходимым требованиям, в анализ мочи опускалась тест-полоска, определяющая содержание наркотических веществ в организме. Ответ становился известным мгновенно. Лично я считаю, что это правильно, так и должно быть. Лучше на ранней стадии выявить таких зависимых, и с этим будет легче бороться. То есть, вот эти проверки очень хороши, и я не понимаю людей, которые отказываются от этого. Профилактическая акция направлена на то, чтобы наркотики и прочие психотропные вещества не распространялись среди молодежи. До начала тестирования во всех школах города были проведены беседы, классные часы, лекции, круглые столы и групповые занятия, посвященные вопросам добровольного тестирования. Подобное тестирование в крае проводится второй год. Однако в 2011 году наш округ не попал в краевую целевую программу «Приморье без наркотиков». Тогда тестирование было экспериментальным, и в нем приняли участие всего несколько городов. В этом году и наш город попал в это тестирование, в эту программу. И у нас работа была проведена еще с прошлого года, и в этом году у нас основная работа была проведена на основании приказа Департамента здравоохранения Приморского края и Департамента образования и науки Приморского края. Разработан был порядок проведения добровольного тестирования среди учащихся. Проведены были различные информационно-разъяснительные мероприятия среди педагогов, среди родителей, среди детей. Естественно, перед проведением тестирования было взято письменное разрешение от каждого родителя, тестируемого подростка. Кстати сказать, проверяются на предмет потребления наркотиков только те учащиеся, которые сами изъявили желание пройти тест. Те, кому исполнилось 15 лет, приняли решение самостоятельно. За тех, кто помладше, думали родители. Пройдя анонимное добровольное тестирование, старшеклассники продемонстрировали всем, что они выбирают здоровье, семью, друзей, одним словом, жизнь. Конечно же, я считаю, что эта проблема достаточно серьезная, и ее надо решать как можно раньше, чтобы наше поколение было более здоровое, так как эта проблема распространяется, наверное, с детей и с самого младшего возраста. Конечно, надо с ней бороться как можно раньше. Врачи обещают, результаты исследования останутся тайной. В обощенном виде их покажут только дирекции школы, без фамилий и имен в виде статистики. Дальше проблему здорового образа жизни будут решать педагоги. Напомним, что подобные проверки пройдут во всех школах городского округа. Согласие на добровольное тестирование дали 98% учащихся. А это достаточно высокий показатель, считают специалисты.